Приветствую вас! Философ Диоген Синопский жил настолько необычно, что его образ жизни и некоторые поступки поражали окружающих. В Афинах он поселился в пифосе, в большом сосуде для хранения масла и вина, жил за счет подаяния, но ни от кого не зависел. Однажды он отправился на остров Эгину для того, чтобы встретиться с одним из своих учеников. Но корабль захватили пираты и известного философа продали в рабство в городе Каринф. Купил его некий коринфянин Ксениат, который назначил его наставником своих детей. Диоген оказался на диво хорошим воспитателем, и дети в нем души не чаяли. В Каринфе он получил то, о чем раньше-то и мечтать не мог. Ему помогли открыть в предместе Каринфа кранее гимнасий, где собирались его ученики, то есть основал свою философскую школу. Диоген дожил до времен Александра Македонского. Однажды царь приехал в Каринф, и к нему на прием, естественно, приходили все известные в городе люди. Царь Македонии предполагал, что среди прочих его посетит и Диоген, о котором он был наслышан. Однако философ спокойно проводил время в Крании, нисколько не интересуясь присутствием в городе Александра. Тогда царь решил посетить Диогена сам. В это время философ грелся на солнце. Слегка приподнявшись, при виде множества приближавшихся людей, Диоген пристально посмотрел на Александра. Царь сказал, проси у меня чего хочешь. На что Диоген ответил, отступи чуть в сторону, не заслоняй мне солнца. Царь был настолько поражен гордостью и величием философа, который отнесся к нему с таким пренебрежением, что на обратном пути сказал, «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Это событие побудило многих художников написать картины на этот сюжет. В иллюстрациях я привел картины четырех известных художников, на которых каждый из них изобразил встречу Александра Великого с Диогеном. И на всех этих картинах присутствует одна и та же ошибка. Диоген располагается возле своего жилища, Пифоса, а некоторые художники изобразили даже бочку. Этого быть не могло. Дело в том, что Диоген проживал в Пифосе тогда, когда жил в Афинах и был совершенно независим. В Каринфе же он жил, в доме своего хозяина Ксениада. Исполнял определенные, впрочем, весьма необременительные обязанности и в Пифосе никак жить не мог. Скорее всего, Александр нашел его в Крании, где философ грелся на солнце, возможно, в окружении учеников. До свидания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.